Я буду говорить про обучение, то есть как я обучаюсь, как обучается моя команда и что вы можете вытащить. Из таких двух основных вещей это Application Performance Management, иногда встречается просто аббревиатура APM и Monitoring наших аппликейшенов. Кто не читал абстракт презентации, это очень важно для того, чтобы понимать, что происходит с нашим приложением, кодом, после того, как мы задеплоили, зарелизили его, скажем так, отдали в продакшн. Им будут пользоваться люди. И здесь так немножко начнем с зарядки, как я обещал. Кто имеет отношение к написанию кода, который попадает в продакшн? Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо, супер. А кто менеджит этих людей и мониторит код, который попадает в продакшн? Поднимите руки. О, хорошо. То есть все-таки больше кто разрабатывает. Но все равно, знаете, сейчас же модно, да, Development и Operations. Есть даже специальные люди DevOps. Но мы поговорим об этом больше как о культуре. О чем интересном я расскажу? Я расскажу о своей практике, с которой я встречался. То есть дам пару советов вам. Возможно, вы найдете интересные вещи, если у вас есть уже логирование. Кто я? Да, ну, я инженер, скажем так, generic инженер, да, где, в принципе, есть небольшие констрейны. Это .NET, C Sharp, Azure, JavaScript. Я люблю постоянно двигаться в сторону каких-то импровинтов. То есть я трачу на это много своего времени личного. Если оно получается, на следующий день мы собираемся там команды, обговариваем, что-то пробуем. И вот это я вам хочу сегодня рассказать. Но так как мы собрались говорить не обо мне, да, что же, о чем мы будем говорить? Вот, следующих 45 минут, это неправильно, да, мы на Morning Logica. Следующие сколько нам нужно минут мы будем говорить, зачем вам это нужно. Да, то есть если кто-то не использует логирование, не использует эти подходы, зачем вам это вообще нужно? Да, то есть понять. Также, что нужно собирать? Если вы, например, надумали, о, нужно это собирать. Да, мы поговорим о том, какую информацию нужно собирать, да, как это легко получить. Потому что обычно, знаете, когда рассказывают презентацию, о, классно, о, это круто, но у меня, к сожалению, нет времени. Да, я не могу клиента сдвинуть, потому что это занимает очень-очень много времени. И это правда проблема. Я расскажу, как это получить за какой-то короткий, но детерминированный период времени. Потому что инструменты продвинулись очень далеко сейчас. Ну и, конечно, как я говорил, это реальный экспириенс. Зачем это нам нужно? Обычно у нас есть митинги, да, дейли статус митинги, ретроспективы. Возможно, они отличаются, проходят не в таких красивых офисах, как здесь, да, то есть может быть не такой вид, у кого-то может быть видно кладбище, еще что-нибудь не новострое. Вот, но обычно что на этих митингах происходит? Первый, да, вопрос, вы можете задавать про себя. Почему процесс так долго? А нужно ли мне добавить еще инстансов или виртуальных машин, да, потому что там мои не справляются, CPU? Обычно это так, да, то есть мы делаем. Вот, потом сразу такой вопрос, а тимлида или от менеджера, она же такая думает там про себя или он? Угу, я знаю, как его нагнуть, да, скажем так. А давай в следующий раз, когда эта ситуация повторится, ты мне пришлешь логи, да, то есть, ну, умная фраза, да, то есть логи, сразу мы проинвестигейтаем. Но обычно вы просто думаете, логи, угу, пришлю, но у нас их нету, надо подумать, что же сделать. И потом обычно находится человек, который молчит, но у него видно испуг, да, то есть на лице, и он не может понять перед статусом, кто там выключил базу данных мою и когда это сделал, почему это приложение вообще не работает, хотя должно работать. Ну, это правда проблема, это реальные случаи жизни. Вообще мы можем отвечать на разные вопросы, да. Я собрал, скажем так, наиболее важные вопросы, которые, я считаю, нужно знать ответы. Аппликейшн вас, работает или нет, это надо знать 24 на 7. Если оно там, знаете, для многих это critical, да, line of business. Если, например, приложение не работает буквально даже минуту, то там такие большие суммы, да, потери. Это важно, то есть понимать. Ломается ли мое приложение, да, то есть падает оно. Обычно люди, которые говорят, что мое приложение не падает, или они не мониторят это приложение, или им никто не пользуется. Это всего лишь два случая. Обычно все приложения падают. Вот. Потом, если мы поняли, что наше приложение падает, им или начали пользоваться люди, или у нас появились какие-то метрики, нам нужно понять, а что же случилось. Здесь тоже следующая проблема. Что случилось? Не работает. Да, обычно мы как говорим, это невозможно воспроизвести. Да, может быть, давайте скинем. И бывает у вас там в вашем локт, ну, пактрекере там могут иши висеть там годами, да, то есть, ну, у кого-то, кстати, есть там иши, которые там больше года висят. Там поднимите руку. О, отлично, да. И представляете, а кто-то мучается вот эти три года, да, и пытается срепродюсить. Вот. Хорошо. Если даже не падает, что нужно знать о приложении? Сейчас мы пытаемся быть go green, да. Да, то есть, смотрите, есть плохая сторона, да. То есть, мы берем сервер, чтобы приложение наше запускалось, работало быстро, все получали быстрый респонс, ответы, все было хорошо. Вот. Но есть другая сторона. Обычно мы не можем оценить, какие нам нужны характеристики и что мы делаем. А давайте возьмем, какой самый мощный сейчас есть сервер и поставим. И все. Вот. Но надо понимать, на этом сервере можно запускать или еще, или вы купили там какой-то сервер 128 ядер, а у вас загрузка там меньше одного процента вашим приложением. Ну, может быть, стоит сэкономить электричество, да, или еще что-то запустить там. Ну, потому что это очень важно. В принципе, для современной разработки это уменьшает стоимость. А когда вы приходите к начальнику и говорите, я могу уменьшить стоимость на твоем hardware, особенно мы сейчас двигаемся в клауд, да, где у нас это, он демант и тому подобное. Вас просто, вас отправят еще раз в отпуск. Если вы говорите, я там за год тебе сэкономлю столько денег. Ну, вот, это просто плюс. Если у нас сервер справляется с нагрузкой, да, мы можем двигаться дальше. Обычно мы не пишем все код, да, то есть мы не являемся так, что нам нужен, например, какой-то сервис, мы берем и имплементируем этот сервис. А нам приходится использовать какие-то зависимости. О, dependency. И обычно, если мы от чего-то зависим, может что-то пойти не так. И это всегда риск. И нужно понимать, когда, что и срабатывает. Я вам расскажу, ну, на реальном примере, как важны dependency. И очень часто бывает проблема. Например, кто работает с языками, знает, есть такая там null reference exception, да, где есть там nullable типы. Вот, обычно, когда мы находим null reference exception, там в stack trace показывается, о, вот эта переменная была null. Сразу быстрый фиг зайти, эту переменную проверить, если она не null, да, то идем дальше. Но чаще всего это не корень проблемы. Вам нужно понимать, что же было до этого. Например, сможете ли вы понять, что этот пользователь делал 5 минут до этого. Это очень важно, поможет вам найти сам root, да, то есть корень этой проблемы. Вот. Ну и если проблема случилась, что обычно важно, да, сколько пользователей пострадало, да, то есть и кто пострадал. Иногда очень хорошо разослать там пострадавшим пользователям письмо, извините, там случилась беда с вами, мы уже занимаемся, да, а не потом читать какие-то фидбэки негативные о вашем сервисе. Это очень важно понимать, какое количество процентов пострадало. Например, если это там 5 процентов, а у вас их там миллионы, может быть сказать, ну, извините, вы просто неудачники, да, но хотя бы тоже, чтобы что-то, ну, вы могли сказать, понимаете, масштаб трагедии. К чему я это все веду? Вытаскивайте новость с ваших данных. Когда ваше приложение на development, вы все хорошо его контролируете. Правда, вы знаете о нем все, вы знаете о environment, все, возможно, этот сервер стоит у вас под столом, да, если у кого еще есть такие серверы. Вот. Вы можете сделать все, что угодно, но когда ваш код уходит в production, им начинают пользоваться люди, что только они не делают с вашим приложением, поверьте, как они только не пытаются его испортить, да, скажем так, возможно, даже как-то унизить. Бывают и такие люди, вот. В чем тут проблема? Часто мы этого не понимаем, мы даже не можем это воспроизвести, мы не можем понять, как им вообще пользуются. Если мы даже надумали и начинаем мониторить, в современном мире мы сталкиваемся со многими проблемами. Для современных аппликейшенов, ну, реально, почему сложно? Это сейчас не просто какой-то монолит, да, то есть сейчас такая эра микросервисов, да, давайте все разделим, раскидаем, да, и потом забудем, где что. Ну, у нас обычно так начинается, о, микросервис, а где этот микросервис, ой, я даже не знаю, ну, надо идти искать. Ну, то есть бывает там теряют микросервисы люди, ну, чем меньше становится, тем проще потерять, вот. Потому что много компонентов, много слоев зависимости, и это правда. Также обычно мы говорим, о, тут что-то у нас нестабильно, да, там может метеорит упасть в этот регион, давайте разнесем наш аппликейшен по разным регионам, да, то есть по разным дата-центрам. Это, соответственно, тоже проблема для мониторинга, вот. Ну, и, соответственно, самая большая проблема – это пользователи. Реально, если бы у вас не было пользователей, у вас бы не было проблем. Ну, подумайте об этом, вот, потому что разные клиенты, разные браузеры, да, даже если вы говорите про мобильные, ну, Китай вам не дает уснуть, да, они просто каждый день выпускают новые устройства, да, и как понять, что с ним, ну, реально проверить невозможно это все, вот, ну, это большая проблема. Но тут я хочу подчеркнуть еще одну вещь, не все измерения, метрики имеют значение, иногда мы очень ошибочно ими пользуемся. Это проблема, наверное, номер один, когда вы начнете работать с данными. Для примера, средний – очень часто это плохо, да, то есть в среднем обычный человек имеет больше, чем одну ногу, да, ну, в среднем, правильно, да, вот, то есть, и это правда. Вот, так же, знаете, как говорили, как-то помню, пожилые люди, это в деревне говорили там, а, у него там это, такой парень средненький, да, там, или девушка у нее средненькая такая, как это понять? Ну, типа, две ноги, то есть больше, чем среднего, да, или, как говорят, ну, мне нужен средний разработчик. Ну, то есть, обычно мы пытаемся все усреднить. В чем же здесь проблема? Если вы не знаете распределение ваших данных, как они выглядят, могут быть большие проблемы. Давайте посмотрим пример. Есть у нас просто время респонса, да, и, например, сколько это клиентов заходит. Это обычно заходит на ваш сайт люди, да, то есть для кого-то он открывается быстро, для кого-то адски долго. Вот, ну, то есть такие мин и макс, да, как видите, тут среднего ничего нету, да, то есть в серединке. Обычно есть такая вещь, как атрибуты качества системы. Вам говорят, мы хотим, чтобы наша страница, наш сервис отвечал не больше, там, например, чем 45, там, что у нас там, миллисекунд, да, на запрос, или открывался. И вы такие, а удовлетворяет ли это? Давайте посчитаем. Вы собираете статистику, не строите, просто такую большую таблицу и говорите, давайте посчитаем среднее. Ну, посчитали среднее 38,3. Отлично, все вы говорите. Атрибутам качества системы соответствует. Все, все довольны. Но недовольны вот эти люди. И они есть. И это может быть тот человек, который принимает у вас эту систему. И он скажет такой, а как это? Я захожу 125, а вы говорите, что в среднем, да. Вот тут вот средние очень плохие. То есть надо понимать. Я вам дальше покажу, как от этого избавиться и покажу на реальном примере, что значит среднее и как лучше посчитать, чтобы быть точным. Что еще страдает? Если вы начинаете делать визуализацию, визуализация тоже очень часто страдает. Если вы посмотрите ЕС 87%, ноу 13%. Когда босс глянет на картинку, он подумает 50 на 50. Но он даже не будет считать, о, говорит, пайчарт, да, все классно. Есть проблемы. Что начинает сделать с данными? С данными очень любят извращаться. Например, строить корреляции. Очень часто пытаются построить корреляции и связать что-то, что не коррелирует. Например, что интернет-эксплорер, да, его доля уменьшалась, и количество самоубийств тоже уменьшалось. Да, то есть, ну, в принципе, можно сказать, что связано, да. То же самое. Смотрите, если посмотреть на гугловую, видите, вот Node.js, запросы в гугле выросли, а качество софтвера уменьшилось. Значит, получается, из-за Node.js мы стали писать хуже. Да, то есть тоже корреляция есть. Нет, такие вещи нельзя сравнивать. Вещи должны коррелировать между собой. Иногда делают то же. Складывают апельсины с километрами. Вот. Бывает, вот посмотрите, яркий пример, да. Population, высота над уровнем моря, когда был основан, и всего 4663. Супер! Для статистики это просто классно. И когда вы с этими цифрами приходите к боссу, он говорит, о, классно, ну, нас много или что. Ну, то есть, что понять, в чем это измеряется? Апельсины дробь километра или как? Ну, то есть, очень сложно. Ну, ладно, это все проблема. О проблемах говорить легко всегда. Давайте поговорим о способах решения. Да, решение, в принципе, есть, как я называю, дорога одна, но дорога всегда расходится. Да, то есть, как бы ни было движения односторонним, оно всегда расходится. Но я очень рад, потому что сейчас довольно просто, относительно просто, давайте скажем, в несколько шагов можно эту проблему решить. Сейчас на рынке очень много сервисов, которые в несколько кликов, это маркетинг, в несколько шагов, давайте скажем так, позволяют вам получить много вещей out of the box. Я покажу, например, какие. Лично я, ну, тут еще есть ссылочка, еще 50 плюс этих решений. Я начинал работу с New Relic. Вот. Кто-нибудь слышал о New Relic? О, хорошо. А кто-то, опустите это руки, кто не использует его, кто использует New Relic у себя? О, хорошо. Слышали, но не используют. Окей. И в этом проблема. Но сейчас я больше переключился на такую вещь, как Application Insight. Сразу скажу, ну, Application Insight, да, это Microsoft, да, большое название Visual Studio Application Insight. Многих это пугает. Две вещи скажу сразу. Application Insight, он open source сейчас. Он платформ-агностик и работает для Java на реальных проверках. И у нас Java, JavaScript, PHP, ну и .NET. То есть мы это используем. То есть как бы это ни был Microsoft, но уже они двигаются дальше. Так давайте же поговорим о том, что эти инструменты дают, кто не слышал. Самая первая вещь, они позволяют вам детектировать, да, то есть находить ваши проблемы. Это может быть проактивное, то есть вы ничего не делаете. Мне больше всего это нравится, ничего не делать и находить ошибки. Вот, я покажу дальше как. Собирать метрики, да, и возможно какой-то real-time тоже строить. Очень важна эта стадия триажа, да, когда понимать, ну вот есть у нас ошибка или неправильное поведение, что с ним делать дальше, да, куда двигаться, важно это или нет, это наша проблема. Ну, то есть когда мы начинаем играть в Шерлока Холмса. Дальше, диагностика. Диагностика нам очень важна, потому что, ну, нам нужны логи, нам нужна аналитика. Мы должны знать о нашем приложении все, мы должны знать о пользователях все, как они делают это, когда они это делают, с кем они это делают. Вот, это очень важно. Ну и, соответственно, хорошо иметь правильную визуализацию. Вы знаете, если у вас есть данные, визуализировать их кажется легко, но не совсем так. Построить дешборд, а понятие, какие метрики нам нужны, а какие мы KPI будем собирать, реально сложно. Давайте двинемся больше к практике. Давайте немного пофантазируем. Давайте мы предположим, что у вас есть ваш аппликейшн распределенный, да, там, раскиданный по дата-центрам. Что, если бы мы могли получать автоматически все депенденсии нашей зависимости, обращения в базу данных, какое-то обращение к HTTP, там, серверу по вебу. Если бы мы могли строить мапу нашего аппликейшна, карту аппликейшна по компонентам, например, client-сайт, сервер-сайт, да, там от сервер-сайта пошли запросы и тому подобное, это бы нам помогло, мы бы могли на карте понимать, да, как вот вы используете там Яндекс.Пробки или Google там навигацию, и вы видите, да, как ехать на работу. Видите, о, здесь красная, да, здесь пропускная способность плохая, о, здесь зелененькая, поеду я по зелененькой. Вот, и это все в реал-тайм, эта карта вам помогает очень сильно. Если бы была такая возможность с приложением, было бы очень классно, да, но на самом деле это уже реальность, да, в 2016 году это уже можно делать. Вот вам пример, это не проектор, это я замазывал, ну, это все с реальных проектов, я просто не хочу как бы разглашать их проблемы, вот, поэтому давайте посмотрим, например, Application Map, строится он автоматически, мне не нужно вытаскивать кубики, говорить сервер, сервер это у меня вот, клиент это у меня вот, клиент-сайт-веб, там зависимость, база данных, она вот здесь у меня. Это получается автоматически, когда вы подключили и настроили, это большой плюс. А Application Map, да, то есть, если вы посмотрите, вы видите, первое, availability, да, то, что я вам говорил, какие-то возможности, например, трекать ваши endpoints, есть у вас API или веб-сайт, да, было бы хорошо, чтобы он работал 24 на 7, да, хотя бы просто, что он открывается сайт. Можно делать более сложный сценарий, но хотя бы, чтобы открывался, да, это очень важно для нас. Вот, соответственно, здесь сразу есть информация, да, вот тут используется среднее, да, среднее, в принципе, это неплохо, да, но надо понимать, когда на него ориентироваться, я не говорю, что отказываться от среднего, но он очень удобный для статистики. Например, тест, что сервер, было столько-то реквестов, да, там, среднее время, клиент у меня, видите, там, сколько page views, да, то есть, там, открывалось минуту, надо посмотреть, наверное, что-то не так, ноль script errors. Здесь я уделю особое внимание, если кто-то занимается веб-аппликейшенными разработками, пожалуйста, не заставляйте пользователей открывать консоль и говорить, а что у тебя там в консоли написано, прочитай, да, а иногда это по телефону попадают, не просите их факсом это отправить. Факсы не у всех есть, вот. Поэтому старайтесь эти ошибки тоже отправлять на сервер, себе куда-то сохранять, их тоже мониторить. JavaScript ошибки, это, скажем так, важно. Все, что сыпется в консоль, должно быть и у вас реплицироваться в ваш хранилище. Вот, соответственно, эти все инструменты тоже помогают это все вам отправлять и собирать в одном хранилище. Вот. Зачем, ну, давайте посмотрим больше, да, такой вот другой немножко проектик, тут больше зависимостей. Зачем эта карта вообще нужна? Почему я начинаю свою, скажем так, investigation, понимание, на кого асайнить с этой карты? Смотрите, приходит запрос очень часто, там, тормозит, ваш application тормозит, он работает очень долго. Я думаю, с этим все сталкивались, да, что им, кто-то хоть раз вам да такое говорил, иногда и в лицо такое говорят, да, то есть, ну, application тормозит. Вот, и вы такие думаете, блин, а что значит тормозит, а как это понять, а из-за чего тормозит, ну, и то есть, плохо спите из-за этого, вот, ну, бывает такая беда. С помощью этой карты я могу понять, почему тормозит, хотя бы могу понять, на кого асайнить вот этот дефект, да, то есть, если по перформансу. Как вы видите, с карты, да, можно понять, что же происходит. Вот, и здесь очень явно видно, вот даже тут показывают такими сигналами, посмотри на меня, обрати внимание, да, failures, да, HTTP. У меня, получается, идут запросы, сколько здесь запросов, 312 тысяч запросов, из них 20% сфейлилось. Ну, то есть, это очень много. Соответственно, это сразу для меня индикатор. Возможно, здесь есть проблема, да, проблема связана с чем? Что если у меня запрос не прошел, я такой, подожди секунду, сервер поднимется, я отправлю тебе еще запрос. Возможно, это dependency перегружено, да, то есть, ну, и, соответственно, мы используем вот это repeatable, да, то есть, это экшены повторяющиеся. Если не прошло, мы еще раз отправили запрос, и так, пока не получили ответ. Ну, или там 5 запросов отправили, клиенту выкинули ошибку, извини, не сегодня. Соответственно, это очень помогает не разобраться. Это проблема не, скажем так, сервера, да, это проблема уже идет дальше. В нашем случае здесь было обращение к сервису, к серт-пати, вот, довольно долгие. То есть, видите, здесь эти отрабатывают хорошо, а вот этот, к сожалению, работает плохо. Тут даже вам ничего фиксить не нужно. Вы говорите в команде, там, извините, ошибка не наша, это серт-пати. Да, и сразу, когда вы приходите к серт-пати, вы говорите, дорогие друзья, 20% фейлится. Вы приходите с информацией, у вас есть серия квестов, вы можете получить кучу всего. Это довольно большой плюс. То есть, вы не приходите и говорите, у вас сервисы падают, они такие, а какие, а что там, а что вы передаете, да, что вы хотите от нас. Ну, то есть, обычно это, ну, сложно. С application map вам становится это гораздо проще. Иногда просто приходят и говорят, у вас приложение не работает. Ну, окей, что не работает, а как это понять? Да, я тоже открываю application map, здесь гораздо проще, но и здесь и понять проще. Да, я вижу сразу, у нас есть серт-пати сервис, authorization, да, сервис, вы видите 100% failures. Зато база данных хорошо работает. Ну, то есть, ну, понятно, да, что фиксить. Мне не нужно идти к DBA моему и говорить, слушай, там у нас что-то проблема, приложение не работает, может, база данных отвалилась. Не, ребята, вставайте, просыпайтесь, будем все фиксить. Вот, то есть, ну, бэкэнд, DBA пусть спит, он завтра нам нужен. Вот. Что еще бывает? Бывают еще такие вот проблемы, когда несколько баз данных, да, соответственно, ресурсов очень много. То есть, вы понимаете, к чему я веду, да, то есть, разные проекты. Я иногда даже проект, ну, сложный, и приходишь там помочь на этот проект. Я что делаю? Давайте подключим какой-нибудь application monitoring, да, performance, пособираем метрики, как оно работает на стейджинге. Я скажу, что у вас болит. Я даже код открывать не буду. Я говорю, что по шагам, и мне говорят, надо оптимизировать. Я говорю, хорошо, давайте посмотрим. Вот. Думаю, 395 тысяч запросов в базе данных. Ну, то есть, я такой сразу у себя в голове придумал, а может сюда кэш поставим какой-то? И такие, о, точно, можно сюда поставить кэш, а как ты узнал, там, и говорю, ой, смотрел долго ваш код, там, и тому подобное, знаете, там, две недели потратил, не спал это. Они такие, о, блин, класс. Ну, а на самом деле я просто взглянул на то, что мэпу, application, да, то есть, все как происходит. По сути, делаем такую рентгенографию, да, что внутри понять. Потому что, ну, иногда по общим признакам, типа, человек тормозит, да, сложно понять, почему он тормозит. Надо заглянуть вовнутрь, да, где у него там проблема, где у него узкое место. Вот. И, соответственно, так же и с приложением. Вот. Могу сразу посмотреть ворнинги и сказать, ребята, я слышал, вы там данные теряете, да, у вас проблема вот из-за этого сервиса. Они такие, о, точно, да, у нас были там ошибки, но мы не поняли, из-за чего это ошибки, из-за чего это ошибки, из-за чего там какой-то error exception. Я говорю, ну, вот это из-за этого, о, класс, хорошо. Ну, то есть, и потом, в принципе, это легко отключить. Есть еще дополнительные фичи, они специфические от этих мониторинга, солюшенов, решений. Иногда они даже вообще сделают за вас вашу работу. Вот эта звездочка, это значит, что рекомендация. Он, например, может сказать для базы данных, я смотрю, у тебя столько много там сиквелов однотипных, а давай мы здесь индекс повесим. Я такой потом еще и пишу, вот тут, скорее всего, надо индекс повесить. О, да, точно, мы индекс провтыкали. Да, то есть, иногда попадая, иногда не попадая, как бы, но иногда из этих вещей можно сразу сделать to-do-лист, action-item. Ну, и вы просто в глазах, скажем так, ваших разработчиков возвышаетесь. Давайте поговорим еще одной вещи, да, то есть, real-time. Почему real-time важно, я вам расскажу примеры жизни, как меня спас real-time, и я поехал нормально в отпуск. Вот, если бы мы могли понимать request load, да, какая идет нагрузка на наш сервер. Обычно мы задеплоили новый API и сидим и ждем. А чего мы ждем, да, а нас спрашивают, ну как, использует то, ну, наверное, там, потом логи посмотрим вечером. А сейчас использует нас, а сейчас, ну, сложно сказать. Да, то есть, а как сервер работает? И сервер работает хорошо, знаете, вот это, project manager такие бывают, иногда бегают и начинают его спрашивать, ну, а что, а как сервер, там, а как это все, там, ну, то есть, не спрашивают, как вы там съездили, как выходные отдохнули. Он там, а как сервер, что, почему столько денег за него заплатили. Вот, а там ответы клиенты получают вовремя или нет, да, то есть, ну, много, а кто-то там, типа, сфейлился, да, у кого-то не получились реквесты. Ну, это важно знать. Иногда это очень прикольно для команды, если у вас есть монитор, да, сейчас легко это, в принципе, взять, вот, или старый телевизор, если нет монитора, какая разница, главное, с портами, и туда какой-то дашборд построить. Знаете, как показывают в крутых фильмах, там сразу куча метрик, аналитик и тому подобное строится. Проблема тут в чем? Нужно этот дашборд построить обычно, да, ну, с этими аппликейшенами, с этими решениями, скажем так, о которых я сейчас рассказываю, в частности, аппликейшен инсайт, вам предлагают это из коробки. Да, вот, например, пример. Да, тут никакой нагрузки нету, имитировано, но это дашборд, который я могу развернуть на весь экран, включить комнате и просто, ну, показывать его людям. Смотрите, вашим приложением пользуется, то есть, вы не зря код пишете. Здесь нету исторических данных, здесь есть реальная нагрузка. Это очень важно, особенно, когда у вас какой-то релиз. Как же спасло это меня? Мы сдавали продукт. Это был Data API такой, сервис, который наподобие Event Hub, да, он поглощает кучу событий. То есть, примерно нужно где-то 30 запросов в секунду. На самом деле, это не так уж и много, если честно, да, но это нужно сделать. Соответственно, все боялись, а сможем ли мы столько данных в себя всасывать. Как бы боялись все, и я боялся, и тоже как бы, и думаем, давайте сделаем тестинг. Да, ну, лод-тестинг сейчас легко сделать. Ну, то есть, если вы видели, даже сейчас ДОС-атаки можно сделать легко. Можно посмотреть, кстати, если вам интересно, на Ютубе есть видео, как школьного возраста дети предлагают профессиональные ДОС-атаки на ваш сайт. Вот. Ну, это сейчас легко с клаудом, да. Заходим туда, вводим URL, говорим, давай. Ну, мы начали, скажем так, делать, все протестировали с нашей стороны. Клиент говорит, я со своей стороны тоже это протестирую, потому что ваши тесты – это ваши тесты, вы хотите аппликейшн нам просто продать, отдать и все. Я буду тестировать. Хорошо, давайте тестировать. Мы задеплоили новую версию, протестировали все, отдаем клиенту. Клиент говорит, я вот тестировал целый день, я не мог до больше 10 запросов в секунду отправить. Мы такие, беда. Осталось у нас времени немного, походу что-то не так. Так, мы опять провели наши тесты, разобрались и спросили, как работают тесты, как его, скажем так, тест-кейс клиента, может быть, как-то он последовательность API нарушает, может, что-то неправильно. Беда, у нас все хорошо, 40 запросов в секунду держим свободно. Ну, как бы, что делать? Говорю, а давайте мы вместе сядем, вы запустите тест, а я просто посмотрю статистику онлайн. Да, потому что тут есть такая, реквестов в секунду. Вот. Сели смотреть, я говорю, запускай. Он запускает, я смотрю, правда, идет 5 запросов в секунду. Там выросло, там до 10. У нас как CPU сразу можно плюс мониторить, что там CPU не вырос, да, нету каких-то баунд там. А ее баунд, если у вас есть какие-то депенденсии, там, зависимости от файлов, что у вас там не фейлится ничего. Все было хорошо, но от него шло 5-10 запросов в секунду максимум. Я говорю, точно так. Он говорит, я генерирую у себя с машины, с девелоперской, с ноутбука. Запросов, говорит, я выставил в 100 потоков. Я хочу, типа, в 100 потоков, 100 запросов в секунду. Ну, и тут как бы началась у меня лекция, я говорю, что, ну, с машины, скорее всего, одной ты не сможешь это сделать, да, 100 средов, какой бы ни был у тебя CPU девелоперский, но реально ты генерируешь только 10, все остальное простаивать. Да, то есть решили проблему технически. Он ушел на 3 дня, почитал литературу, пришел, говорит, я собрал ферму себе, серверов, подключил тест-контроллер и запустил, все заработало. Без этого, ну, то есть начал генерировать столько запросов. Без этой информации, ну, тестинг, ну, и показать дашборд, было бы сложно нам общаться. Он бы всегда говорил, что я генерирую 100 потоков, да, у себя, 100 реквестов с одной машины. Ну, вы все понимаете, что это, ну, Unreal, да, с наших ноутбуков сгенерировать нагрузку очень часто, ну, сложно. Это ограничение, как бы, системы EOS. Вот, то есть это спасло. Также очень удобно смотреть, есть вещь, сколько серверов онлайн. Иногда вы деплоите, думаете, что у вас 10 серверов, а на самом деле только один. Ну, тоже такие вещи бывают. Очень удобно смотреть. Рекомендую обратить внимание на такое. Ну, давайте же поговорим про перформанс, да, перформанс тоже очень важно. А, ну, вы понимаете, перформанс очень часто делает ваш сайт недоступным, да, когда, ну, вы отправили запрос, там он говорит, подожди, вы не хотите ждать, а запрос у вас обрабатывается до сих пор, вы ушли, потом думаете, нет, наверное, подожду, пришли, сгенерировали еще один запрос, ваш старый еще не отработался, вы еще новый, и вы вдвойне злей, ну, короче, вы знаете, да, что это такая проблема. Потом еще проблема, как понять, что у меня тормозит, да, ну, то есть, окей, ну, приложение большое, ну, а что тормозит, ну, реально это сложно. Для этого асессменты там заказывают и тому подобное. С помощью аналитик, это, кстати, вот с New Relic, вы можете прийти на проект и построить свой hot pass. Hot pass – это critical pass, это методы, которые чаще всего используются, и как оно все идет, со статистикой, да, то есть, вы можете понять, что, например, вот этот метод занимает 86% моего времени. Соответственно, это хороший кандидат на то, чтобы его оптимизировать. Ну, то есть, не стоит оптимизировать то, где вы выиграете миллисекунды, да, или даже секунды, но этот метод вызывается один раз, например. Его больше никто другой не вызывает. Это очень часто такая ошибка бывает, знаете, когда приходит там команда, давайте оптимизировать, и начинают бездумно смотреть код. Они даже не знают, зачем ваш аппликейшн нужен. Они начинают смотреть код. Это люди часто микрооптимизаторы такие. И он приходит, говорит, о, у тебя конструкция неправильная, давайте умножение заменим на сложение. А вы говорите, зачем? Ну, ты же знаешь, что тогда оптимизация, CPU работает быстрее, там, branch prediction и тому подобное. Начинают вас грузить вещами и просто заменяют умножение там на сложение, например, да, где-то побитовый сдвиг. А у вас на самом деле запрос в базу данных 10 секунд висит. Ну, то есть от того, что они выиграли наносекунду, вам не помогло. Вот, поэтому нужно понимать, что вообще используют ваши пользователи, что им нужно реально. Также смотрите, это уже с Application Insight тоже не надо ничего делать, просто заходим в вкладку там Performance и выдается такой список. Чем он важен? Да, я как бы стараюсь абстрагироваться, я просто показываю примеры. В принципе, в ваших инструментах это должно быть везде плюс-минус одинаково. Обращайте внимание на такую вещь, что, как выполняется. Видите, оно по секундам, тут есть Dependency. Отсюда я буду понимать, что мне надо в первую очередь обратить внимание. Я на Dependency готов с ними мириться. Ну, 20 миллисекунд, ну, с базы данных, ну, это абсолютно окей. Да, проблема где-то вот здесь вот скрывается. Что нужно в первую очередь оптимизировать? Знаете, как мы оптимизируем Backlog, тут надо подходить так же. Что дольше всего выполняется и что больше всего. Такой Ratio, да, то есть Business Value на Effort. Вот, и здесь то же самое. Количество сколько раз выполняется и, ну, скажем так, сколько вызывается. То есть, если функция, например, вызывается 100 раз и занимает она 10 секунд, да, и есть другая функция, которая выполняется один раз, но занимает, например, полминуты, оптимизируйте ту, которая чаще вызывается в первую очередь. Да, вы получите больше. Скорее всего, ну, проблема может быть даже в ней. Вот, и здесь из графика видно, да, там, какая-то страница, там, два раза вызывается, одну минуту. Да, но есть, например, какой-то метод, да. Я бы посмотрел в первую очередь вот этот метод, да, то есть, ну, довольно легко посчитать Ratio, да. Да, я так на глаз примерно прикину, но вы можете посчитать и понять, что в первую очередь смотреть. В чем большой плюс вот этих систем для мониторинга? Они вам дают cross-correlation. Есть такая вещь, как разные компоненты системы, да, то есть, пользователь заходит, например, в один компонент системы, это может быть какой-то single sign-on, вы его редиректите на какой-то сервер, потом он попадает вам на виджет, с виджета он может еще куда-то перейти, потом его запрос идет через proxue, сервер, в общем, уходит куда-то вообще, да, в небытие. Какая проблема, если вы поняли, что у клиента ошибка, ему, например, на портале где-нибудь показывается, извини, sorry, какая-то ошибка интерну. Как понять, что вообще он делал, как запрос связать? Есть такой паттерн, да, его называют как макро-архитектурный, архитектурный паттерн, cross-correlation ID. Это когда у вас есть какой-то уникальный ключ, ID-шник, который связывает все ваши логи в системе для определенного какого-то экшена или пользователя. Да, то есть, например, user ID и session ID. Зачем это нужно? Я, например, хочу понять для этого юзера, для этой сессии все логи. Что это дает? Я могу воспроизвести полный, ну, скажем так, полный путь, по которому шел реквест. От того, как он нажал кнопку в UI, у меня будет ивент, и потом я могу все это раскрыть, вплоть до запроса в базу данных. Это очень важно. Например, я могу открыть, да, drill down вот этого ивента какого-то, мы видели на предыдущем слайде. Я могу на него просто кликнуть, он мне покажет зависимости, которые сгенерировались, и я потом могу еще drill down, и он мне говорит remote dependency. С этой картинки, может быть, не явно видно, но вот это все обращение к базе данных. Так, и их где-то 500 штук. Вот, с помощью такой картинки, скажем так, это как гадание на картах Таро, но гадание почти из процентов 98-95, я говорю, вот в этом методе N плюс 1 проблема, да, то есть если вы используете URM, и оно оказывается чаще всего так, то есть когда у вас есть куча однотипных сиквел-запросов, ну, 500 запросов для одного метода, скорее всего, что-то делается не так, да, select. Н плюс 1 проблема, это когда вы, например, вытаскиваете там машины, да, все машины, и потом для машин вы начинаете вытаскивать, и нумерируетесь по каждой машине, и начинаете для каждой машины вытаскивать там какой-то там по ВИМ-коду какие колеса, да, то есть лучше иногда объединить эти вещи и вытаскивать все сразу, джойнить и машины, и колеса за один запрос, потому что запросы иногда убивают, да, то есть база данных и ваш перформанс. Что очень важно, в логе не стоит забывать наполнять их информацией, полезной для вас информацией. Вот, эти инструменты делают, скажем так, это за вас, то есть вы можете посмотреть, что обычный лог наполнен кучей информацией, полезной, бесполезной, но знаете что, лучше собирайте все. Все, бесполезную вы поймете потом, да, лучше собирать как бы все. И здесь очень много информации, версия браузера, country, origin, да, казалось бы, ну, понятно, но иногда быстро разобраться, это важный клиент для нас или нет. Если вы знаете, например, что кто-то заходил на ваш сайт, стейджинг, понять, это клиент заходил, у него ошибка была, или кто-то наш заходил из разработчиков команды, и можно этот exception пока что low priority поставить. Да, ну, просто там клиенту лучше сказать, мы видели, ты там на сайте у нас был, у тебя ошибка была, мы уже ее пофиксим. Вот, ну, то есть ему приятно станет. Вот, соответственно, есть куча информации, например, сессия, operation, user ID. И, соответственно, это все дает возможность мне сразу отсюда навигироваться и, например, как вы видите, запросить. А покажи мне failed or slow calls to remote dependency. Например, покажи, что сфейлилось или что было медленно. То есть сделай это за меня. Я нажму кнопку, да, и покажи мне. Или, а покажи все, что было до этого ивента, до этого exception. Что делал пользователь? Какие кнопки нажимал? Какие данные передавал? Да. Или вообще там покажи мне все, что было за 5 минут до этого. Это очень помогает, если у вас есть какие-то race conditions и тому подобное, когда у вас кто-то начинает обновлять одну и ту же запись, вы не можете понять, что было причиной или хотя бы кто был причиной. Вот. Это очень сильно помогает. Это довольно интересно, но мы живем в современном мире, да, у нас много логов, много данных. Почему бы не подключить machine learning, да? Machine learning – это классная штука, но она еще не готова. Да, я вот тут вижу лица. Я не знаю, почему мне говорит, что я не могу найти никаких лиц. Я тут вижу три лица. Ну, то есть. Machine learning еще не так развит, мне кажется, но все равно. В более простых вещах он нам может помочь. Давайте подумаем, что же может нам дать machine learning. Было бы хорошо, если бы вот эти все данные, которые сгребают системы, machine learning мог пропускать через себя и, например, понимать. А давайте построим какие-то рейнджи, да, что, например, столько-то запросов, столько-то время выполнения среднее на эти запросы, да, то, что обычно отсюда отправляется запрос, он занимает столько времени и тому подобное. То есть всегда можно построить паттерны, паттерны, да, использования вашего приложения, поведения пользователей. Machine learning с этим справляется на ура сейчас. То есть находить аномалии, в принципе, они могут, да. Тоже. Было бы хорошо, если бы у нас были эти рейнджи, например, для перформанса. То есть если обычно, давайте будем говорить так грубо, да, среднее время обработки запроса у нас для всех API одна секунда, а вот, например, вот этот запрос почему-то 10 секунд, то, возможно, что-то не так, да. А если говорить про другую вещь, мы разрабатываем постоянно. Перформанс мы не особо часто мониторим. Мы мониторим по триггеру. Триггер – это наш клиент или пользователь. Вот, это не хорошая практика, но это реальность жизни, да. В кровавом интерпрайзе это делается так. Хотелось бы, чтобы триггеров было больше. Вот machine learning – это хороший триггер, бездушный. Вот, на него можно ругаться, отправлять ему письма в ответ. Было бы хорошо получать такую вот информацию, например, да, что какие-то методы медленно выполняются у тебя. Для меня это очень важная такая настройка. Мы постоянно разрабатываем, апдейтим версии API. И если я знаю, что сегодня этот запрос в среднем не больше, например, 10 секунд для 90% случая выдает, то после разработки я не хочу, чтобы он случайно стал 20, да. Ну, то есть для этого должна быть причина. То есть время не должно увеличиваться как-то. И поэтому я подключил вот эту вещь, настройку с Application Insights. Вы получаете это из коробки. Machine learning на ваши логи настраивается, смотрит. И что здесь было? Вот я покажу случай тоже реальный. Мы разрабатывали, мы писали код, как всегда написали, пошли домой, легли спать. На утро я пришел, после использования получил такое сообщение. У нас упал перформанс, да, то есть проблема. Вы тут можете посмотреть, да, например, он говорит, что все остальные запросы 97,8% у тебя примерно 301 миллисекунду, да. А вот тут вот есть 2%, у которых 1 секунда. То есть вы понимаете, миллисекунды, секунды на порядок. Он сразу выставил, говорит, обрати внимание, что-то идет не так. Еще какая проблема была? Была проблема, что мы залили новые чинжи, поломали перформанс. Эта вещь нам machine learning тоже сказала. Ребята, вчера у вас было быстрее. Ну, то есть она как бы, к сожалению, пока еще не говорит это, не связывает с кодом. Говорит, вот этот дядька сделал плохо, да, то есть, ну. И сразу отправляет отчет куда-нибудь там в finance отдел, там типа, ну, без премии. Ну, то есть, конечно, нам нужно до этого идти, но все равно. То есть, хотя бы говорит, что за вчера вы поработали не очень оптимально. Давайте посмотрим. Да, пока оно звучит так глупо, говорит, что, ребята, вы дураки, да, но как пофиксить, оно не помогает. Но я думаю, что это потом поможет. Но самое главное, что индикатор вы не запускаете. Вы сразу на следующий день понимаете, что вчера вы что-то поломали. Не то, что поломали, но сделали хуже, чем было. Или на это есть причина, вы подключили супер какую-то там новую функциональность, которая занимает время. Или просто кто-то залил неоптимальный код и использует знак умножения, да, вместо плюсов. Ну, я так образно. Давайте поговорим все-таки про логи, да. Эти вещи мы получаем с коробки. Это хорошо, но нам их иногда не хватает. Мы хотим писать свои кастом-ивенты, кастом-логи, собирать. Но я хотел бы поговорить сначала, для чего мы это делаем. Обычно флоу, лог анализа, выглядит так. Мы записываем, передаем, анализируем, сохраняем, удаляем. То есть делаем агрегации и все. В принципе, это так. Но на самом деле чаще всего мы делаем так. То есть записываем, передаем, сохраняем, потом удаляем. Ну, то есть аналитику времени нету сделать еще что-нибудь. Когда логи вы подключили на ранней стадии, и уже приложение движется дольше, вы приходите к такому лог анализу. Записали, удалили. Записали, удалили. Логи пишутся, да, пишутся. Что вы с ними делаете? Ну, ничего, удаляем. Ну, то есть обычно, знаете, это как камера наблюдения. Там украли у вас завтрак или обед, там, холодильник. И вы такие, а как же украл? На охрану прибегаете. Посмотри, не знаю, мы только real time пишем, мы записи удаляем. Ну, то есть, ну, понимаете, да, вот эти проблемы. Логи очень важны. Логи важны, особенно для бизнеса, когда вы понимаете. Чтобы писать, ну, скажем так, что понять, правильно вы пишете логи или нет, есть небольшие упражнения. Сможете ли вы по вашим логам в системе показать, например, мне все эрроры, у которых order values больше, чем 20 тысяч? Или customer VIP, да, например, какой-то gold member. Вот, кстати, кто-то сможет по своим логам это показать? Да, о, о, хорошо. Вот это наша проблема. То есть зачем это нужно? Да, иногда для более глубокого анализа. Например, покажи мне все логины Игоря на этом сервере. Да, то есть можно пойти дальше там, покажи мне все вот эти попытки залогироваться, которые были больше 250 миллисекунд. Да, то есть, ну, вот так уже такая градация. Для бизнеса еще очень важно понимать, какую фичу делать. Да, то есть смотрите, какая проблема. Если вам клиент говорит, как делать, да, то есть, вернее, наверное, не так, если вы делаете, разрабатываете приложение, как клиент говорит, а не как он хочет, то вы ему никогда не сделаете то, что он хочет, потому что то, что он говорит, не соответствует тому, что он хочет. Очень много примеров, как бы, в жизни, и надо тоже понимать. Очень часто нам нужно понять, а что в первую очередь делать? Вот садимся мы планировать. А что нам в первую очередь сделать? Или там у вас куча багов пришло. А у нас баги не приходят с low priority. У нас там showstopper, critical, там все просто, ну завтра всех уволим. Ну то есть, ну, фиксите баги. И вы реально ничего не можете сказать. То есть, ну, клиент говорит, да пофикси ты нам вот эту, скажем так, экспорт, там, импорт из CSV. Он не работает. А, например, можете ли вы понять, пользуется ли кто-то этой фичей или нет? По логам обычно нет. Да, то есть, даже если у нас есть логи, написать, вы скажете, ну, я могу понять по логам, мы это все пишем, мы это все складируем. Но чтобы понять, мне нужно написать регулярку, вот такую вот регулярку запустить, где-то день потрачу, вечером скажу. Да, вечером скажет 42, а вы ему такие, окей, 42, а кто из них, например, там заходит с Австралии? Он такой, ну окей, завтра вечером приду, мне нужен еще один день. Да, потому что регулярку он написал, она только write only, ему нужно ее заново переписать и тому подобное. Это проблема. Да, то есть, вы не можете оценить, кто использует эту фичу, как использует и когда. Ну, для бизнеса это очень важно понимать. Если эту фичу вообще никто не использует, может, ну, ее даже тестами покрывать не нужно, а уделить внимание какому-то payment модулю, который использует больше. Для этого нужны логи. С логами вы можете прийти и сказать, это как карта вашего пациента. Возьмите, посмотрите. Вот. Но тут важный момент. Если вы используете какие-то такие инструменты, да, как application site, new relic, они вам помогают, custom event. Вот. Обычно мы пишем логи как? Собираем большую строку и отправляем. Набираем какой-то exception, да, там в строку и отправляем. Это проблема. Эту строку вы можете читать, вы можете вытягивать данные, но машина ничего не поймет. И важно обратить на такой подход, как семантическое логирование или structured logging. Когда вы отправляете строку, но с этой строкой вы отправляете кучу параметров, например, там user ID, это как JSON объект, например, может быть, чтобы легко представить. Ключ, значение, ключ, значение. И, соответственно, у вас получается также строка, вот, но у вас еще есть ключ и значение, по которым вы можете искать, то есть вы можете написать user ID равно 101. И машина такая, о, найти все ивенты, где есть этот объект кастомный. Я вам это покажу дальше. Соответственно, также очень важно иметь этот инструмент, который вам легко позволит эти данные кверять, да, то есть доступ, потому что обычно логов мы собираем много. Это могут быть, ну, реально миллионы, даже миллиарды записей. Вам нужен хороший для этого engine. Да, мы знаем, есть у нас Elasticsearch, да, там Logstash, Kibana, да, то есть, ну, такие вот вещи. Это как раз вот пример хороший. Да, в Application Insight есть свой analytics, я вам покажу. Вы можете даже зайти попробовать там без регистрации, без SMS, ну, чтобы понять вообще, что это такое, как бы, вот, вот, как мощь и как должны примерно выглядеть инструменты удобные. Я нахожу этот инструмент, правда, удобно. Вот. Давайте посмотрим больше, как примеры, вот, я это еще покажу. Тут используется такое, как понятие персентили. Вот. Кто знает, что такое персентили? Ну, видно, статистикой, да, занимался. Вот, кто не занимался. Смотрите. Помните, я говорил, проблема среднего, да, то есть, ну, как бы в среднем у нас больше, чем одна нога, да, также можно все считать, сколько там рук у вас в компании, да, ну, и тому подобное. Но персентили вам позволяют, например, есть такие, там, 50, 95, там, 75. Она говорит о том, что, например, если мы говорим персентили 50, что 50% записей попадут в этот диапазон, в это значение. Я вам покажу на примере, как, например, отличается average, да, и персентили 95. Это значит, что 95% запросов, 95% пользователей попадет в этот диапазон, не больше, чем. Вот, а также, например, различные представления, да, там, ну, то есть, таблица, обратите внимание, я еще это покажу на написание. Очень часто у нас проблема с написанием, что и как, как эти данные квирить, да, то есть, ну, здесь используется такой SQL-like с какими-то вкраплениями от статистики, информации, то есть, вам не нужно быть суперкрутым, там, статистиком или знать R-язык, да, ну, то есть, из таких вот вещей, чтобы кверять данные и получать с них какие-то реальные инсайты. Вот, также вы можете здесь руками, знаете, иногда, когда непонятно что, надо просто руками как-то кликать, да, и смотреть, какой график красивее. Вот, ну, такие вот вещи это бывает. Например, здесь, ну, как бы табличное представление, давайте я вам покажу более интересный пример, чтобы вы не заснули. Это тоже, как бы, с реального проекта. Вот про семантическое логирование еще обратите внимание, ну, это подход не новый, он пишется очень, используется давно, но почему-то не активно применяется у нас. Вот, например, есть событие, да, там, алерт номер такой-то для ордера такого-то был заснузан. Это важно, например, для того, чтобы понимать, кто это сделал, событие. Очень важна иногда вещь аудит, да, если кто-то говорит, там, ой, я не видел этого события, этого алерта, он там не пришел, а ты ему говоришь, ты его сам заснузал. Я не снузал, ну, и это очень легко сказать, как бы, да, ему приходишь, говоришь, вот смотри, вот это ты сделал событие, у нас записано. Вот, он, ну, ладно, я, может, забыл, там, да, правда, моя вина и тому подобное. Вот, и, соответственно, ну, довольно легко искать, да, видите, я не пишу там какую-то регулярку, найди мне все вхождения, контейнс и какой-нибудь там юзер-иди. А вы знаете, да, когда вы формируете сообщение, у каждого свой английский, свой подход к формированию, кто-то пишет по-разному, да, вот эти log message, вот эти строки. Здесь просто отправляется, как такое форматирование строки, но очень важно, что здесь есть вот эти custom dimension, они называются. Это просто JSON объект. Соответственно, я по этому JSON объекту могу делать контейнс, больше либо равно, то есть, ну, различные вещи. И он для меня ищет. Это очень хорошо, то, что мне не надо писать регулярки, я могу на многие вопросы прямо ответить еще на митинги, да, то есть, там, если меня спрашивает клиент, слушай, у нас тут какая-то беда, не видит никто алерты. Я, окей, а кто не видит именно? Вот такой-то юзер, я говорю, а, ну, он снузал, все видно там, ну, и такой-то проигнорировал для такого-то ордера. Ну, да, хорошо, я разберусь, вот. Ну, соответственно, такая вот вещь есть. Давайте мы посмотрим такой вещи, я хочу показать, как персентили. Если вы посмотрите, average duration, это вот, что здесь вообще строится, давайте я немножко веду в контекст. Здесь мы берем duration на все запросы за последних 7 дней, вот, у которых были больше нуля, сколько пользователь ждал в среднем, да, распределение по корзинам, по дням. Вот, как вы видите, средняя располагается вот, ну, где-то вот в этом диапазоне. Да, то есть, мы можем сказать, там, что он ждал, там, 200-250 миллисекунд, да, вообще, там, если без пиков, там, ну, не больше 150. И эту информацию вы скажете, как бы, ну, вашему заказчику, что обычно люди ждут не больше 200 миллисекунд. Он такой радостный, классный, а потом звонит клиент, говорит, я устал ждать. Говорит, 200 миллисекунд, не так долго, говорит, ну, человеческому глазу это незаметно. Говорит, каких 200, говорит, я чаю успеваю выпить. Вот, ну, такой, не знаю, мне сказали, да, и прибегает к вам и начинает говорить, у меня тут клиент жалуется. А все почему? Потому что на самом деле, вот это среднее в этом примере соответствует персентилю 50, то есть 50% пользователей попадает в этот диапазон примерно, да, 150-200 миллисекунд. Что отсюда? 50% пользователей хорошо, да, то есть они попадают, 50% не попадают. На самом деле, лучше бы сказать вашему заказчику, что у нас, в принципе, говорит, среднее время ответа там не больше, например, что у нас здесь, 300, да, 350 миллисекунд для 95% пользователей. Самое главное 95%. Персентиль как раз и показывает, что 95% пользователей попадут не больше, чем в это. 5% пользователей иногда можно пренебречь, да, ну, только если вы не говорите человеку, который входит в этих 5%, это такой лайфхак из жизни, вот. Поэтому, ну, то есть это важно понимать, то есть иногда, если вы не знаете, какие данные, вам сложно построить и распределение понять, возьмите вот персентиле довольно удобно, ну, или просто посмотрите еще, как можно с помощью какой-нибудь функции построить там СКО, да, там, ну, такую дисперсию, посчитать, насколько там разброс есть. Вот. Также есть такая вещь, например, интересно, что вы можете собирать перформанс-каунтеры. Вот. Это важно, чтобы серверов, и вы можете делать запросы на какой процесс, сколько уходит процессорного времени, и это все анализировать. Дашборды это не покажут, но иногда, когда у вас глубокий investigation, нужно брать по максимуму информацию. А мне нравится, что Application Insight, он бесплатно предлагает вам вот эту всю вот вещь. Если тут посмотреть, тут есть traces, custom event, exception, request, очень много информации, то есть, ну, это можно там делать целый отдельно на день event и рассказывать только об этом. Просто я хочу обратить внимание, что такие инструменты есть, Application Insight здесь не лидер, ничего, но он дает, скажем так, бесплатно и реально работает на проектах, поэтому я с этим делюсь. Очень важно тоже обратить внимание, я хочу, есть такая вещь, как браузер тайминг. Для веб-аппликейшенов это очень важно. Если вы не собираете информацию о том, что делает браузер, пожалуйста, посмотрите в эту сторону и начните собирать. Я начал, когда собирать, я был удивлен. Я ответил на многие вопросы, да, то есть, я как бы сам обучился, что часто говорит, например, пользователь, у меня долго открывается, а, solution. Даже если откинуть, что Dynamic нашу мапу, Application Map, мы можем построить. Обычно что? У нас начинается разбор полетов, открывается долго, да. Мы начинаем идти, говорит, ну, он там показывает, типа это, вытягивает сразу 10 тысяч записей с базы данных. Вы такие, о, беда, это походу база данных тормозит. Вы приходите к DBA и говорите, база данных тормозит. DBA на вас смотрит, говорит, нет, у меня все нормально. И мы забываем о такой простой вещи, что, например, 10 тысяч данных, да, для SQL сервера, ну, то есть, тут все правы. Да, то есть, DBA говорит, у меня все окей. Ну, он просто запрос делает, у себя локально там обрабатывает, он там за миллисекунды выполняется. И это правда. Для SQL сервера 10 тысяч записей вытянуть, ну, это реально миллисекунды. Сейчас у него может это все в мемори быть. То есть, это не проблема. Какая же здесь проблема? 10 тысяч записей, сколько это данных? Это могут быть мегабайты данных. Вот тут проблема, мы никогда не трекаем, сколько же эти данные передаются. Да, вы никогда не задумывались, какой у вас коннекшн к вашему серверу, а какой у клиента коннекшн, а как он вообще затягивает вашу веб-пейджу. И вот с помощью Application Insight я первый раз начал понимать, что проблема бывает часто из интернета. Да, с какого девайса он заходит, например, если там, я напишу, что iOS, например, для iOS будет самое медленное. Да, скорее всего, какая-то у нас там беда. Если андроиды там, супер эти мини-компьютеры летают, да, для iOS можно типа оптимизировать там. Вот, смотреть, то есть, сколько у меня уходит на то, чтобы просто передать данные. Вот, потому что там отработало все быстро, там все быстро передавали мы минуту. И это все надо трекать. И реально это сложно трекать. Мне нравится тем, что вот эти тулы, New Relic, Application Insight, они дают вам сразу это из коробки. Вы просто подключаете скрипт, а они уже этим занимаются. То есть, для вас это почти бесплатно получается. То есть, в рамках одного дня это можно сделать, настроить и получать такую информацию. И вы сможете понять, а в чем проблема. Проблема не в том, что у нас там, ну, канал, да, там слабый, у нас все быстро отрабатывается, а база данных, да. А здесь наоборот, что база данных работает быстро, но мы этих 10 мегабайт данных долго затягиваем. Вот, то есть, это, скажем так, довольно полезно. Вот, еще раз, подводя итог, да, для чего это нужно? Мониторинг, Application Performance Monitoring Metrics и, скажем так, использовать правильные инструменты. Это помогает вам обеспечить здоровье бизнеса, да, потому что вы на самом деле понимаете, что нужно, что не нужно. Системы, потому что вы знаете всегда, как ваша система ведет, и самое главное, как она вела себя раньше. И на базе этого вы можете прогнозировать, а что будет дальше. То есть, как бы, надо вытягивать вот этот knowledge с наших данных. Сделать самому это сложно, поэтому нужно брать какие-то инструменты. Вот, я последнее время, ну, говорю, начинал с New Relic, перешел на Application Insight, наверное, из-за того, что там есть бесплатный, как бы, тир, да. Да, у New Relic тоже есть, они особо не агитируют этим, но там немножко с этим всем сложнее. Вот. И Experience. Очень важно понимать, как ваши пользователи работают и что они хотят. Иногда вы делаете суперкрутую фичу, вы тратите на нее, там, день, да, например, там, быстрый поиск, там, по всем файлам, да, какой-то семантический класс. И потом вы такой, о, у меня осталось время, и делаете, например, фичу, кастомный фон для вашей ADE-шки. Выпускаете две эти фичи, расписываете, как долго вы мучились с этим быстрым серчом, а пользователь лайкает, что можно кастомные обои на вашу ADE-шку ставить. И она реально им крутая, вот эта фича. И они хотят, чтобы вы везде такое делали. Ну, это надо понимать, потому что если вы думаете, что им серч важен, ну, это не всегда так. Нужно понимать Experience, как используются паттерны ваших пользователей. Потому что очень часто от них вы этого никогда не добьетесь, даже если где-то в саппорте, там, по телефону, что ты делал. Ой, что ж я только не делал, да, и он там, ну, как бы не может вспомнить, понять и может обмануть. Ладно, если он не вспомнит, но если он вас приведет, знаете, как объясняет путь там, пройдете по этой улице, потом повернете направо, но вам туда не надо, пойдете налево. Ну, то есть, ну, то есть, такое вот бывает. Поэтому, подводя итог, без аналитики, ну, обычно я тратил много времени на то и, скажем так, понимание, и то не понимал до конца. Поэтому рекомендую взглянуть на аналитику. Вот, ну и как я говорил, нужен proof реальными примерами. То есть, иногда бывают вещи обманчивые. Вот, ну и, соответственно, двигаться дальше и не понимать, что делать с данными, тоже, как бы, нельзя. Вот, это такие вот важные нюансы, важные моменты. Вот, у меня все. Я сегодня целый день здесь с вами. Спасибо большое за внимание. Есть мой твиттер, есть я. Подходите, спрашивайте. Возможно, интересно, что как по имплементации. Еще есть куча разных примеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова